так как-то лень было собирать руками ягоду вообще просто не хотелось и какой-то момент я вспомнил что есть же в продаже вот эти комбайны сборчики ягод которые предназначены в основном для лесной ягоды я подумал а почему бы в саду не попробовать пытался найти видео какие-нибудь на ютубе хотя бы чтобы люди свое мнение сказали отзывы нет все короче если это крыжовник колючий в перчатках туда идут собирать чтобы не так поколоть руки да и в принципе такую ягоду вроде бы если собирать будет наверное давиться ну хотела какие-то мнения услышать по этому поводу ничего не нашел гельного ну что ж купил купил на обзор два таких комбайна то есть один вот такой ну как комбайн ручных сборщика а второй такой это типа универсальный к нему еще ручка идет вот и у него меняется грабля вот здесь нажимается одна фикса и она разворачивается это фикса вставляется сюда вот внутри грабля более редко я так понимаю это на палку одевается и туда на яблони со сливами на сбор идет а это больше вот так вот сграблять эти самые мелкую ягоду там крыжовник смородину и так далее может быть там черную аронию еще чем так что да вот такие вот две штуки попробуем испытаем и я свое мнение скажу первый раз имею дело здесь еще продаются с пластмассовыми грабельками но с пластмассовыми грабельками то что я смотрел что вообще в принципе очень мало обзоров на их я так понимаю они более пружинят и когда собираешь особенно ягоду там чернику какую-нибудь голубику то отпрыгивает больше пружинит пластмассовые вот эти вилочки и ягода отпрыгивает ну это отзывы конечно тех кто занимается сбором и вы именно лесных а мы попробуем именно в саду потому что садовая ягода например крыжовник у меня колючий собирать вот так вот тоже неудобно а это ягода смородина она мелкая тоже неудобно вот попробуем тогда с красного как у нас собирает вот у нас красиво мне тут крапива жалит пока собираем а ну-ка попробуем насколько удобно и подавлю наверное собирать это надо прямо тянуть смотри принципе очень неплохо листья главное по минимуму загребать а ну-ка давай прямо на собираем с нижних веточек попробуем тоже много захватывать не будем и посмотрим сколько нас собирали не ну мы это сейчас несколько веточек оборвем все сразу собирать не будем да вот эта штука главное в эти маленькие плодоножки попадать что не везде на акустике удобно ну-ка прямо тут крупным планом с ними здесь что мы тут насобирали ну чуть-чуть только перебарки относительно сухая немножко там видимо три ягодки вот так вот подавились поэтому то что собрано комбайном снимать здесь миску миску крупным планом поэтому то что собрано комбайном нужно наверное сразу перерабатывать потому что там несколько ягод если подавится то это пойдет сразу портится какие спеленькие в принципе немного если аккуратно это сама собирать ягоду в принципе здесь немного этого самого отхода снимаю миску именно я про миску рассказываю так ну что давай попробуем второй вариант давай давай снимай нашу вторую штуку к попробуем что нам эта штука она если сильно тянуть улетает ягода и так понимаю там типа на и для слив для всего такая задумка то есть теми грабельками более быстрее будет а эти наверное удобнее то что нужно где-то наверху что-то даровать ну этими мы попробуем еще крыжовник может эти грабельки для крыжовника не подойдут это дольше ей по любосу дольше там захват больше в целом тоже работает так себе конечно по скорости ну все равно интересно попробовать и испытать не хочет не знаю мне штука вот первый вариант понравился больше ну я думаю они немножко по сам по конце по концепции в принципе использование много раз в этом помыть можно или это для чего такие я думаю можно и помыть дан как дуршлаг работа тем комбайном поудобнее и он стоит в три раза дешевле поэтому комбайн надо ручку еще сделать нужно было соседские сливы еще потырить смотри а здесь не налилась даже еще в принципе это тоже работает универсальный вариант тоже работает на морсик на компотик на собирать короче ягоду и этим более удобнее мне кажется подбираться вот такие места где сложные ветки идут я попробую без этого сам без придерживания ветки кстати без придерживания ведь она больше она лучше работает а ну-ка так типа потренироваться немного приноровиться к этой штуке ну тут прямо будет компот с листьями то есть черную смородину собирать как раз листья будут ароматные а ну-ка давай здесь смотри как красиво солнце здесь падает есть такие кисти прям большие ну как то так то есть здесь в принципе можно отбирать по кругу хорошенько обобрать все ветки ну-ка давай здесь и пойдем посмотрим что у нас получилось очищать весь груз вот здесь да там зум еще есть регулируй сама ты же режиссер ты поближе снимай на тут листьев больше эта штука ранит куст больше своим надёром таким мы посмотрим сейчас на крыжовники чайка попробуем как работает по крыжовнику комбайн ну если вот так вот ветку захватывает мне кажется он будет много листвы нарывать нужно собирать так особенно колючку и и так не перевернешь то есть надо чтобы ягодки попадали именно вилочку а если так вот забирать полностью с этим там листья листва попадаются да с крыжовником неудобно этой штука работать может если в обратную сторону срывать попробуем в обратную сторону таким методом принципе может это даже лучше работать если в обратную они захватывают а ну-ка давай здесь побогаче веточку я на погуще и вот тут вот хорошая ветка сейчас мы и вытянем тут вот хорошая смотри какая ветка красивая ну-ка давай попробуем запустить комбайн зато не покололись уже хорошо я думаю самый удобный вариант это вот так вот сбоку сторону когда она висит ягода не так вот удобно грабельками натянуть ветку грабельками прямо попасть продоль потому что не вперед не назад по ветки именно по крыжовнику неудобно так работать ну и вот напоследок вот этому еще думаю после часа сбора где-то примерно после часа двух сбора ягод уже своя техника какая-то наверное выработка красивая ветка малыш с уличкой прямо внутри ну киш ты нам не надо окружу улитка данного разноцветная сидит крыжовник точит чипом у неплохо если приноровиться и без листьев если вот так приподнимать ветку и немного регулировать наклон самого комбайна так ну давай посмотрим что мы там собирали выгружаем урожай довольно чистая какие-то не сформировавшиеся ягоды несколько листьев я когда руками рвал мне листьев больше было и кстати ягода она здесь немножко перезревшая она совсем не давится от этой штуки вот здесь неплохо надо еще в ягодку попадать если собирается там по одной по две в любом случае тем комбайном это быстрее делать некоторые завернуты нет спряталась упала что здесь такая большая нитка смотри желудочек если к этой штуке ну вот так вот не привыкнуть не приноровиться там много будет этих самых много отхода будет много осыпания ну что она так чуть пружинит еще надо ветку хорошо натянута держать почти все оборвали прячется и это спрятала а там колючкой укололся только что несколько ягод упал удобно а тем комбайном наоборот надо прямо вот так вот одна упала ну целом насобирали сколько мы листьев да с комбайном с граблями листьев меньше можно нарвать с этими грабельками больше все равно если она плоскости где-то в коробке лежит или как здесь садовой садовом пластиковым дуршлочки сборщики хорошую музыку собрать ягод ну что пойдем еще белый крыжовник порвем пойдем еще за белым крыжовником поставить да поставь на пол а как это делать и смотрите яблочки будут наливные скоро белый наливан первый он иди с ними вот здесь ветку буквально несколько дней назад не было такого размера посмотри на этот малыш смотри наверх где грозди а там выше вот и вот вообще яблоки мощь в данном случае мне кажется вот теми грабельками будет именно белый крыжовник собирать удобнее это не тут одной рукой неудобно надо придерживать ветку где наша ягода убежал давай смотреть сколько у нас листьев очень мало листьев получилось если аккуратно собирать но еще какие-то поеденные так давай вот этот теперь будем испытывать стимпанк коготь чего-то не дотянуться малыш мне не дотянуться чтоб снять ну сейчас недолго еще поснимаем поудобнее возьму в принципе этим страшным когтем надо его наклонять побольше мне кажется не попадают ягодки в коготь некоторые ну а так в целом так вот основную часть основную массу вот так вот проходя до кончик ветки держать одна у меня на меня выстрелила такая не пойду я на тебя она видимо в натяжку быстро ветку обходят выход по тому самому по листве больше больше не обне сказал что катастрофически много то есть это быстро всего так вот убираем все чистенько тут хватит на литров у телефона мало заряда не прям что мало но я вижу маловато мало 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 ну все всем спасибо с вами был саша александр александр